МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события дня. Меня зовут Анна Пикулина. И прямо сейчас мы готовы поделиться самыми актуальными новостями жизни Курской области. В Курск приехал новый львенок. Речь о современном вагоне трамвая, который навсегда останется в Курске. На нем прокатилась Мария Колосова. Любовь сквозь трудности и преграды. Мобилизованный солдат устроил трогательный сюрприз для своей жены в честь праздника 8 марта. Подробнее расскажет Екатерина Илюхина. За ним – будущее отечественного электротранспорта. В Курск прибыл новый трамвай «Львенок». Первое время его будут использовать для обучения водителей и обслуживающего персонала. Как выглядит вагон изнутри и когда он отправится в первый рейс по дорогам города, узнала моя коллега Мария Колосова. Плавный ход, бесшумная работа и футуристический дизайн. «Львенок» явно выделяется на фоне стареньких, но привычных курянам вагонов. Пока водители его обкатывают, привыкают. Иван Абросимов признается новичок в сравнении с теми трамваями, которые сейчас выходят в рейс, как говорится, небо и земля. Отличия во всем. Взять хотя бы управление. Вместо кучи кнопок – сенсорные экраны. Здесь же трансляции с камер видеонаблюдения внутри и снаружи салона. Некоторыми важными командами управлять намного проще. Техника встроена прямо в подлокотники на сидении водителя. «Организованы именно те кнопки, с которыми водитель сталкивается за время работы наиболее часто. Это указатель поворот, звонок, кнопка рельсового тормоза, открытие-закрытие дверей, блокировка хода, проезд стрелочных переводов». А как обустроен салон внутри? Специалисты отвечают – так, чтобы было удобно всем, в том числе маломобильным курянам или, например, женщинам с колясками. Львенок низкопольный, есть широкая площадка в центре. В вагоне 45 посадочных мест, но вместить он может больше – 160 пассажиров. Наша съемочная группа в числе первых оценила комфортабельность. Климат-контроль, яркая подсветка и электронное табло. Здесь все создано для удобства пассажиров. Можно даже подзарядить свой телефон. Изучать новые модели, привыкать к современным стандартам работы курские водители будут до конца этого года. Обучат ремонту и уходу за львенком также обслуживающий персонал. А к концу 2023-го в Курск поступят еще семь таких же трамваев. Курсировать будут по первому маршруту и, что немаловажно, по новым рельсам. Обучение и, так скажем, мини-стажировку по территории депо прошли 8 человек. В принципе, это основной костяк водителей, которые впоследствии будут обучать всех остальных. К концу декабря насчет движения или же в начале, в первом квартале, впервые жители смогут воспользоваться непосредственно уже нашим трамваем. К реконструкции трамвайной сети на первом маршруте приступят уже в апреле, чтобы успеть завершить работы к концу года. Всего по концессионному соглашению в Курск поступят 22 новых вагона типа «Львенок». Мария Колосова, Владислав Соболев. События дня. Родные объятия и долгожданная встреча. Волонсоры движения «Мы вместе» помогли устроить сюрприз для жены мобилизованного солдата. Трогательная акция «Вам, любимые» прошла в разных регионах страны в Международный женский день. Воспитывать двоих детей, не падать духом, поддерживать мужа, который находится на передовой. Все тяготы разлуки легли на плечи Ольги, пока ее супруг защищает родину. Она пришла на встречу с женами мобилизованных, чтобы получить поздравления от губернатора, но ее ждал приятный сюрприз. Пригласили, ну, губернатор поздравить с праздником. Но, нет, личной встречи я не ожидала. Очень неожиданно, очень. Потому что, ну, хочется, конечно, увидеть. Все время хочется увидеть, все время хочется быть рядом. Для Александра было крайне важно устроить сюрприз в Международный женский день и поздравить супругу лично. Ее вера и любовь придают силы в самые тяжелые моменты службы. Я считаю, что очень хорошая, добрая акция. Тем самым, поздравив в лице наших женщин, наших жен мобилизованных, всех тех жен, защитник которых сегодня нас все цело защищает. Акция «Вам, любимые» прошла в разных регионах страны. Волонтеры движения «Мы вместе» подарили незабываемые встречи для любящих и верных жен наших солдат. Ведь и для тех, кто на передовой, семья – это главный источник веры, сил и вдохновения на новые подвиги. Екатерина Илюхина, Максим Леонов, События дня. Проверить уровень своих знаний и обменяться опытом. В КГУ прошел региональный этап 9-й Всероссийской Олимпиады по истории российского предпринимательства. За звание победителей сразились 50 студентов курских вузов. Самый эрудированный из них представит наш регион в столице на федеральном этапе. Они знают историю своей страны и азы бизнес-планирования. В подробностях перескажут биографии известных предпринимателей, например, Александра Баранова или Савва Морозова. Участники Олимпиады готовились к интеллектуальному состязанию несколько месяцев. Признаются, ставки очень высоки. Многие студенты планируют открыть собственное дело. Правокурсник Александр Новиков давно изучает историю предпринимательства. Меня вдохновили исторические события. Становление купечества, события, связанные с не очень благоприятными моментами в этом всем. Запрет, ограничения, феодальная раздробленность, которая неблагоприятно сложилась для рынков и для торговли в нашей стране. И, конечно, международные отношения Древней Руси, связи с Византией, с Европой. Все это, конечно, меня вдохновило. Никаких ограничений для участия в Олимпиаде нет. Главное – желание. Студенты ради победы готовы сидеть над книгами и изучать дополнительную информацию. Ведь получить заветные 100 баллов, не зная теорию, нереально. Задания, ну, это тестовые, как обычно по истории, то есть на знания дат, например, каких-то. Также на знания конкретно предпринимателей, меценатов, которые проводили здесь, например, в Курской области или вообще по всей России. Также есть, например, варианты с рекламой. То есть дан какой-то рисунок той рекламы, которая была, например, в 18-19 веке. И должен студент ответить, что это за марка представлена на этой рекламе. Студентам пожелал удачи заместитель губернатора Виктор Карамышев. Он отметил, что среди куриан-участников прошлых лет были победители федерального уровня. Приятно было, что в 2019 году Елизавета Силакова, студент Курского государственного университета, стала победительницей Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства. Поэтому, друзья, есть к чему стремиться заявлять надо о себе не только в нашем регионе, но и на уровне Российской Федерации. В нашем регионе олимпиада по истории российского предпринимательства проходит с 2015 года. В этот раз свои знания решили проверить 50 студентов курских вузов. Имя победителя озвучат через неделю. Диана Пахомова, Геннадий Воробьев. События дня. Тепло, уютно и безопасно. Газпром газораспределения Курск отмечает 65-летний юбилей. История хозяйства в Соловьином крае началась в 1958 году с создания дирекции строящегося газопровода длиной всего 5 километров. Его возвели в кратчайшие сроки. Уже через 10 месяцев на Красной площади зажгли первый газовый факел. Знаковая дата и внушительные показатели. Сегодня компания обслуживает почти 21 тысячу километров газовых сетей. Транспортирует голубое топливо не только жителям области, но также промышленным и сельхозпредприятиям. Высокий уровень обслуживания и современное техническое оснащение в приоритете. В количественном выражении мы можем сказать, что свыше 220 промышленных предприятий, больше 230 сельхозпредприятий, где-то 7300 коммунальных промышленных потребителей. Кроме этого, конечно же, и уважаемые жители города и области также являются нашими абонентами. А это порядка 400 тысяч. В основе достижений – труд газовиков, профессионалов своего дела. Сегодня в компании около 2000 квалифицированных сотрудников. Работают аварийно-диспетчерская, автотранспортная и служба коррозийного контроля, собственный учебно-методический центр. Диана Мамаева – представитель трудовой династии. Суммарный стаж работы ее семьи – 74 года. Я свою работу ценю, люблю, мне она нравится. Мне нравится работа с новыми людьми, хотя ученики у меня бывают очень даже взрослые, но это очень доставляет большое удовольствие – делиться знаниями, видеть обратный результат, связь обратную. Поэтому, конечно, работа нравится, я ее люблю и очень счастлива, что работаю на этом предприятии. Темпы газификации области растут с каждым годом. Сегодня порядка 84%. Это дополнительные возможности для развития экономики региона, новые рабочие места и комфортные бытовые условия для курян. Большая работа проводится и по социальной догазификации. Газ подведен до границ свыше 4000 участков. Подключено 1724 домовладения. Даже послание президента нашей страны было акцентировано на социальную догазификацию, которая сегодня осуществляется немыслимыми темпами. Это не может не сказываться на жизнедеятельности наших жителей и, соответственно, регионовцев. Впереди у газовиков новые трудовые будни и сложные задачи. А пока – праздничный концерт и церемония награждения. Передовики и ветераны отрасли получили заслуженные награды и почетные грамоты. Ирина Валерьева, Сергей Малеев. События дня. Из-за неустойчивой погоды и гололеда случаи уличного травматизма в регионе увеличились в несколько раз. С начала марта 107 курян обратились в службу скорой и неотложной помощи. Из них 77 взрослых и 30 детей. Пик уличного травматизма пришелся на 8 марта. 16 взрослых и 4 ребенка. Всего 20 случаев. Ну, кроме того, за этот период были еще 3 человека госпитализированы. 1 числа это был мужчина на проспекте Герия Глазова получил травму и был госпитализирован в 4-ю горбольницу в 1-е травматологическое отделение с переломом наружной лодыжки справа. И женщина на улице Меделема получила травму. И с повреждением левого плечевого сустава была госпитализирована в 1-е травматологическое отделение 4-й горбольницы. Многие пострадавшие приезжают в медицинские учреждения самостоятельно. Только на этой неделе в травмпункт 4-й горбольницы обратились больше 300 курян. В группе риска пожилые люди и дети. За сутки в травмпункт обращается порядка 40 человек. Основной вид травмы – это переломы лучевых костей, переломы лодыжек, ушибы, растяжение связок. Порядка 5% из всех уличных травм госпитализированы. Медики и спасатели просят жителей региона быть осторожными на улицах города, выбирать безопасные маршруты, носить нескользкую обувь и не находиться вблизи высотных зданий из-за сезонных рисков. Сейчас высока вероятность схода снега с крыш и падения сосулек. Уголовным делом закончилась ночная прогулка для жителя Железногорска. В городскую дежурную часть с заявлением о краже обратился 36-летний владелец автомобиля ВАЗ. Мужчина рассказал, что из его машины пропали ключи, новые коврики и автомагнитола. Правоохранители немедленно выехали на место происшествия. Личность хулигана удалось установить благодаря записи с камеры видеонаблюдения. На этих кадрах видно, как 50-летний мужчина разбивает кирпичом окно пассажирской двери и забирает все, что попалось под руку. Позже он признался, что действовал в состоянии алкогольного опьянения. Вышел выгулить собаку, заметил авто знакомого, с которым они не ладили, и решил хоть как-то ему насолить. Украденное оставил себе, чтобы оборудовать личный транспорт. Теперь Железногорцу может грозить до пяти лет лишения свободы. Телефонные мошенники продолжают обманывать доверчивых курян. Зачастую представляются сотрудниками банков и, запугивая собеседников, требуют от них крупные суммы денег. В очередной раз на уловку злоумышленников попалась 57-летняя женщина. Они действуют по стандартной схеме. Уверяют жертву, что ее личный кабинет взломали и оформили кредит на крупную сумму. При этом в полицию обращаться настрого запрещают, сообщать родственникам тоже. Потерпевшая курянка поддалась на уговоры мошенников. Только через месяц она узнала, что ей предстоит выплачивать уже реальный кредит. Он предложил мне помочь в установке мошенников, на что я согласился. Далее под его руководством я выполнял все его действия. После чего одновременно я был взят в кредит. На сумму 2 миллиона. Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников и вновь призывают курян быть внимательнее. 6 марта в регионе начала работу межведомственная комиссия по проверке готовности муниципалитетов к пожароопасному сезону. Первым проинспектировали областной центр. Специалисты посмотрели паспорта безопасности, зон отдыха детей, садоводческих товариществ, где есть риск распространения лесных пожаров. Навыки добровольных пожарных команд, точная документация, шлагбаумы, запрещающие въезд в леса. Межведомственная комиссия оценивает и теоретическую, и практическую готовность к жаркому сезону. В урочище Солян, как к примеру, проверяющие обнаружили неубранные ветки возле леса и жилых домов и сделали замечание администрации Сеймского округа. Прежде всего, конечно же, быть в готовности непосредственно и система оповещения населения в случае возникновения пожара. Кроме того, должны быть в готовности средства тушения пожаров, то есть это иранцевые огнетушители. Также рассматривается комиссия готовность инженерной техники для того, чтобы можно было использовать в экстренных ситуациях. Комиссия завершит работу 17 марта. После этого подготовят акт о готовности всех муниципалитетов. В целом, по области к тушению природных пожаров могут задействовать около 8 тысяч человек и более 1900 единиц техники. 200 человек на пожарах за прошлый год удалось спасти сотрудникам газодымозащитной службы. Это подразделение МЧС работает в непригодных для дыхания условиях, проводит разведку и эвакуирует людей. В ведомстве провели смотр-конкурс, чтобы определить лучший пост газодымозащитников. По итогам конкурса лучшим признали пост пожарно-спасательной части номер 4 города Курска. Оценивали то, как обслуживают амуницию для работы в задымленных зонах. Маски проверяют на герметичность с помощью специальной установки. Чтобы на настоящем пожаре техническая неисправность не привела к трагедии. Газодымозащитники не только работают в масках сами, но и выводят в них людей из горящих зданий. Проверка проводится для выявления дефектов дыхательного аппарата. Либо он где-то травит, либо где-то не держит воздух. Также могут быть порваны ремешки, отсутствие прокладок и все такое. Порядка пяти минут для проведения той же первой проверки после использования на пожаре. Также помыть, высушить маску, продезинфицировать ее. В среднем на пожаре газодымозащитник находится в маске 40 минут. При необходимости подключают дополнительные баллоны с кислородом. История жизни простого крестьянина. Какие пороки порождают богатство. В Театре юного зрителя идут заключительные репетиции перед большой премьерой. Актеры готовы презентовать спектакль «Про свет». Его создали по пьесе Александра Капкова «Слон», написанной в середине 30-х годов прошлого века. Артисты держат интригу до выхода постановки, но уверяют, куряне будут приятно удивлены. Премьера состоится уже 10 марта. В чем заключается истинное благополучие? Наверное, над этим вопросом размышлял каждый. Найти ответ предлагают и герои спектакля. К этой премьере актеры готовились три месяца. Перед театралами стояла сложная задача – погрузиться в эпоху 30-х годов и передать атмосферу крестьянского быта. Я в этом спектакле «Про свет» играю роль Пашки. Это такой мальчик, своеобразный, можно сказать. Он чуть-чуть не такой, как все, от мира всего, можно сказать. Он добрый, позитивный. Ну, в своих каких-то мыслях, на своих волнах, в своих облаках, можно сказать. Может, с мухами поиграться, ударить, поиграться. Ну, не такой, как все, можно сказать, необычный. В театре нет маленьких и второстепенных ролей. Актеры играют в таком составе уже не в первый раз. Они научились чувствовать и дополнять друг друга. Все еще играть роль – это тяжелый труд и работа. Особенно отходить от своих каких-то привычек, от своих штампов, я бы сказал. Потому что бывают некоторые вещи, которые накладываются на новую роль. И ты уже привык играть по-старому, а нужно что-то новое искать для себя. И, конечно, в этой роли очень многое я для себя нашел. И надеюсь еще найти, потому что будет обкатываться спектакль. Партнеры хорошие, спектакли помогают. Вот. Очень приятно работать с нашими актерами. Спектакль поставил Андрей Золотухин. К работе над каждой своей постановкой режиссер подходит максимально ответственно. Делать только комедию – это не моя история. Мне всегда интересно чуть глубже копнуть. Недалеко песок я не копаю сильно, потому что не вижу в этом смысла. А хотя бы первый грунт снять, посмотреть, что там было. Премьеру спектакля «Куряне» увидят 10 марта. Екатерина Илюхина, Антон Латышев. События дня. И на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Узнать главные новости региона вы сможете на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях. Их адреса на ваших экранах. Всего вам доброго и берегите себя. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»